В начале марта на помосте спортивного комплекса «Юность» собрались сильнейшие аэробисты Сибирского федерального округа. Такое количество чемпионов мира, Европы, России, а также мастеров и кандидатов в мастера спорта в одном месте встретишь нечасто. Уникальность этих стартов отметили и организаторы чемпионата СФО. В этом году, как никогда, у нас вместо ожидаемых 450-500 обычная стандартная у нас цифра количества участников, у нас заявилось почти 700 человек. Среди участников, которые приехали в Омск, сейчас много членов сборных команд, команды России, которые уже неоднократно выступают в международных стартах, которые имеют регалии. Борьба у нас, конечно, идет нешуточная. Как всегда, в числе первых претендентов, конечно, Омская область, у нас очень хорошие спортсмены, очень усиленный тренерский состав. Также команда Новосибирской области, Иркутской, Алтайского края. Это, наверное, основные претенденты на то, чтобы завоевать путевки на чемпионат первенства мира. Эти выступления для спортсменов – первая ступень в сезоне на пути к соревнованиям высшего ранга. Поэтому каждый из участников показывал максимум, на что он способен. Ведь иначе пробиться на Россию и мир с такой конкуренцией невозможно. По традиции, высокий результат удалось показать омичам. Один из двух наших земляков, входящих в состав сборной страны, Роман Семенов, стал победителем в индивидуальных выступлениях. Роман Семенов, стал победителем в индивидуальных выступлениях. Роман Семенов, стал победителем в индивидуальных выступлениях. Даже вот на таких, на простых соревнованиях, тебя тоже все равно мандражит маленько. То есть даже на таких соревнованиях иногда бывает страшно выступать. В этом сезоне мы добавили в программу более сложные переходы, то есть G+. Ждем, конечно, самых хороших результатов. Как обычно, будем готовиться по максимуму, а там уже будет что будет. Также на первую ступень пьедестала Роман поднялся вместе с Алексеем Журавлевым и Семеном Маховым в номинации «Трио». В таком составе парни в прошлом году стали серебряными призерами на Всероссийском Кубке Мечты. Не менее амбициозные планы у коллектива и на этот сезон. Сезон пока начался очень хорошо. Хотим с парнями поехать на Россию и отобраться в тройки и поехать на чемпионат мира. Но удивлять элементами скорее в следующем сезоне после лета, потому что сейчас все время идет подготовка к соревнованиям, к чемпионату России, выездным соревнованиям. И поэтому времени на новые элементы иногда не очень сильно много бывает. Зажигательными выступлениями порадовали и омские девушки. Зажигательными выступлениями порадовали и омские девушки. К сожалению, в соло они до призов не добрались. Зато взяли золото в группах. Всего в рамках чемпионата Сибири амичи завоевали 10 медалей. Начинается все как обычно, весело. Тяжело, долгий перерыв был между последними выступлениями. Хочется сделать лучше, конечно. Но так, можно лучше немного, чем сегодня выступил. Целеустремленность, наверное, это самое главное. Мне как бы надо жить этим. Надо жить аэробикой, надо жить этим залом, надо жить помостом и своей музыкой. Если ты живешь, вот прям душой там, у тебя все всегда получится. В общей сложности на омский помост вышли спортсмены, представляющие 13 городов России. По словам участников турнира, такие соревнования не только способ показать свои таланты и мастерство, но и возможность получить позитивный эмоциональный заряд. С какими целями, задачами приехали на первенство СПО? Какую планку себе ставите, наверное? Это, конечно же, хорошее выступление, чтобы само удовлетвориться после выступления, чтобы выйти и сказать, блин, я молодец, я все сделал. И ради этих эмоций ты приезжаешь сюда, а там уже как судьи посудят. Это мой первый год 18+, самая тяжелая категория, самая последняя такая, самая отважная, важная. И пытаюсь хотя бы просто хорошо выступить. Первый год надо показать себя с хорошей стороны. В апреле аэробистов, прошедших отбор, ждет чемпионат и первенство России, которые пройдут в Москве. А следующей ступенью станет чемпионат мира в Португалии, запланированный на июнь.